Будущие белые металлурги к труду и обороне готовы. Лыжный этап норматива сдан успешно. Во многом благодаря активным тренировкам и соревнованиям студенты успешно преодолели трассу от 3 до 5 километров. За пробегом студентов наблюдала наша съемочная группа. Зарегистрироваться и получить нагрудный номер – своего рода путевку к забегу. Студенты 1-го и 2-го курсов образовательного центра группы ЧТПЗ готовятся к сдаче ГТО на лыжах. Норматив серьезный – 5 километров дистанции для юношей и 3 для девушек. И всего несколько минут на разминку. Но будущих белых металлургов данный забег не страшит. Ребята готовились к нему основательно. Были тренировки в Гагарина. Выезжали туда для тренировок. Плотно тренировались, чтобы сегодня на первом этапе ГТО показать лучший результат. Спорт – это как бы сам по себе успех. То есть ты развиваешься, где ты выступаешь, что-то себе доказываешь, что-то кому-то другому доказываешь. Второкурсник и будущий белый металлург Михаил Крамаренко стартуют одним из первых. Но первый он не только в спорте, но и в учебе. Считает, спорт помогает и здесь. Все это сбалансировано. И учеба, и соревнования. Как бы и одно другому не мешает. Я просто многим чем занимаюсь. И бег, и лыжи. Легкая атлетика. Сдать лыж на этап ГТО пришли больше полсотни будущих белых металлургов. Свой путь к золотым, серебряным и бронзовым значкам, готов к труду и обороне, каждый из них начал задолго до этого официального этапа. Педагоги гордятся спортивными успехами ребят. Будущие белые металлурги уже дважды поучаствовали в фестивале «Будь здоров» на базе «Фокогаринский». Там они пробовали те виды спорта, которые заявлены в рамках сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Точно так же в феврале месяце, 18 числа, мы участвовали в гонке «Лыжня России». Соревнуются не друг с другом, а каждый с самим собой. Для получения золотых значков студентам необходимо проехать трассу за определенное время. Юношам за 23,5 минуты, девушкам чуть больше, чем за 17 минут. Благодаря результативным тренировкам и хорошей физической форме, будущие белые металлурги успешно справляются с этой задачей. Но «Лыжня» – это только часть из целого списка нормативов ГТО. «Буквально в четверг они будут сдавать следующие виды – это силовая гимнастика, отжимания, подтягивания, прыжок в длину с места, наклон вперед. И в дальнейшем уже весной они будут сдавать плавание, стрельбу, легкую атлетику. И уже все, кто сдал нормативы на какой-то значок, они уже получат, я думаю, ближе к осени знак ГТО». Сопричастностью к спорту могут гордиться не только будущие белые металлурги, но и сотрудники ПНТЗ. В конце марта состоится массовая тренировка новотрубников по сдаче нормативов ГТО. Татьяна Уварова, Михаил Пиранков, Служба народных новостей.